Павел, здравствуйте! Какую компанию вы представляете? Добрый день! Я представляю компанию iBrush. Какие цели преследуете сегодня на выставке? Как и почти все экспоненты, мы приехали сюда с целью познакомиться с новыми клиентами, расширить свою клиентскую базу. Ну и как сейчас уже получается? Есть какой-то коннект? Первый день был просто огненный, на мой взгляд. А сейчас уже на спад? Ну, нет, никакого спада, я думаю, нет. Просто все пока слушают лекции, а во время перерывов снова придут к нам. Смотрите, ритейл сейчас стремительно меняется, eCom меняется еще быстрее. На ваш взгляд, за какими технологиями сейчас гонятся участники рынка? Что более востребовано? Я думаю, это сервис и автоматизация в первую очередь. То, в общем-то, вокруг чего все вертятся, потому что продукты по большей степени всех одинаковые, продуктов много, рынок перенасыщен, выигрывает сервис. Онлайн-магазины России и онлайн-магазины Китая сейчас ведут ожесточенную борьбу. Что может помочь российским ритейлерам, как думаете? Я думаю, российским игрокам в борьбе с китайским рынком может помочь знание нашего российского менталитета в области каких-то выстраивания продуктовых линеек или тоже сервисных подходов. То есть какие-то особенности человеческого характера, особенности именно той аудитории, для которой разрабатывается продукт? Ну да, и помимо этого еще, конечно, можно играть на качестве, потому что есть пока еще вот этот миф, шлейф китайского качества, и можно отстраиваться через качество, через ценовые политики. То есть сквозь призму предвзятого отношения? Как-то так. Хорошо. И еще один вопрос. Какие проблемы сегодня стоят перед игроками рынка электронной коммерции острее всего? Вы знаете, ну, судя по тому, что я здесь вижу, мне кажется, перед локальными игроками электронной коммерции ключевая задача – это на ближайшие 10 лет выработать правильную стратегию относительно маркетплейсов, которых становится все больше. Все чаще звучат лозунги со сцен, что скоро останутся одни маркетплейсы, и маленьким игрокам всем придется уйти в эти маркетплейсы. Поэтому, если кто-то хочет остаться независимым, самодостаточным, то об этом надо думать уже сейчас. И какой первый шаг, на ваш взгляд, на пути к независимости и самодостаточности? Писать стратегию и планировать. Отлично. Ну тогда этим мы займемся сразу после выставки. Спасибо за интервью. Спасибо вам. Еком Экспо 2019 Retail.ru Фирма 1С